8 января, второй день, вышли погулять, пойдем туда маяк посмотрим, вот, может еще куда-то успеем, но вот сейчас на улице плюс два, ветра сильного нету, но я вам скажу, что зимой на море есть один момент, это нужно или очень теплую одежду иметь или иметь деньги всегда, почему, потому что раз в какой-то период нужно будет куда-нибудь заходить и греться, потому что холодно, сырость, влага, она дает свой момент, что мерзнешь, так что вот так вот, посмотрим, что будет дальше, идем дальше. Хочу отметить, что здесь очень по улице Горького, в сторону маяка, очень много, мы как раз идем по набережной, то есть там море, очень много вариантов для детей, очень много игральных зон, театров летних открытых, то есть Анапа, я вам скажу, здесь и хочу отметить, здесь очень много туалетов, таких вот цивильных, цивилизованных, это говорит о том, что здесь для туристов создают условия хорошие, вот пожалуйста, просто, а вон Ава будет фотографировать с рукой, сейчас я ее сфотографирую, нашли памятник архитектуры, тут ушки стоят, и вот такая штука, ну вот что это такое, такие раньше были вороты, проходишь, у него вот, тут бац, 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 тут еще сверху, наверное, учники, мы строили раньше, неплохо, только я вам скажу, материал, фигня, тух, долго не простоит, что, в принципе, видно, хотя, может, у меня восстановленная, непонятно, ну-ка, диаметр пушки, ладно, идем, посмотрим, набережную, тут отель такой крупненький, здесь, напротив, находится музей, там раскопки какие-то даже есть, старый, поднялся ветер, это вот, если посмотреть, то, да, я там черно, там, где видно, да, вон там видно, да, вон там вид на берег, вон там, вчера мы там уток видели, вот, так что, сейчас посмотрим, что набережная, сейчас я камеру переключу, переключу камеру, здесь шары, вот этот камень, корабль, да, Армяне? странно двор двоинской свалы Анапа меня вот знаете что интересует зачем они что это такое непонятно ну что идем дальше гуляли здесь есть золотая бухта типа пляжа бассейн пляжная зона зонтиками вот и здесь есть отель интересная золотая бухта называется есть стекле прямо огонь форм молодцы красиво сделали вот спокойно но ветрено лишний ветер кое-где прямо сдувает пронизывает здесь в отличие от того пляжа здесь обратите внимание не песок а галька то есть золотая бухта получается это не песок а вон там получается там який песок наверное здесь не цветет пойдем посмотрим дальше может маяк найдем вот он пляж золотой бухты галька травы нанесу то есть там где мы были вчера там песочек здесь гравий но я думаю здесь и вода почище но вопрос что за дно это уже такой вопрос идем дальше к маяку нашел плакатик это малая пухта мы их это называем высокий берег пансионат и вот здесь вот такая есть инфраструктура и вот номера там паузу можете поставить и посмотреть что где море красивое но жизнь кипит и здесь а если он не сможет то есть конкурент который сможет да все не справился конкурент пойдет то есть черно-белое и не я как в жизни когда мы загнули уже обошли немножко что там там душа есть не знаем что ветер тебя в другую сторону дует с спидом но ветер холодный вот я снимаю видео да у меня руки ну вон вот тут отрезал как будто вот там вот руки просто отмерзают конечно ветер эти плюс 2 превращает в минус 10 так что буду греть руку море идем идем и какой-то столбик а так это же маяк походу еще и может и работает ну сейчас не горит а там светло там солнце в доме сейчас обед макароны опять везде есть туалеты правда сейчас они не работают видимо зимой никому не ходить и считается ну ладно ну ладно идем дальше вот от маяка чуть-чуть прошел дальше и вот чего-чего я не ожидал это увидеть вот такую вещь это вот такая вещь и вот забором очень интересно вот в центре города на набережной но единственное объяснение это наверно кладбище военное иначе непонятно каким образом это кладбище появилось в таком месте это при желании можно на палубу поставить и увеличить поль 2 я с ним увидел вот это вот метильфон хотя его заряжат потому что на улице такой мороз что он замерз патрика видимо сдохло и он а то ждем еще раз вот это байка но я вот такую вещь увидел это аллея памяти с забором что для меня не понятно пока находится кладбище длинное кладбище вот это видимо военное кладбище потому что иначе зачем хранить людей возле набережной непонятно и вот такие плакаты здесь есть потом что можете паузу поставить и просчитать видела здесь погибло много 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 людей вот карта сражений но там еще ухат из фотографии людей вот такая интересная вещь идем дальше там камера глючит мороза маяк оттуда вот сюда идет забор он уходит туда еще вдаль и это не военное кладбище почему почему потому что даже посмотрите дата смерти человека видите они умерли позже чем война закончилась соответственно это видимо старое кладбище которое было сделано на берегу на берегу обрыва вот а сейчас они его тупо закрыли на кладбище не очень-то и ухоженное но кто его знает вот такой вот интересный момент на золотой нынче земле где построили бы дофига отели бы зарабатывали бы деньги находится кладбище такое конечно вижу первый раз потом что дальше точнее вон дошел до угла маяк перешейк идет и в обратную сторону аж вон туда охренеть вот это да соответственно внизу уже вон дикий парик вот эти водопрозрачные все видно все все ладно идем изучать дальше у меня Ханапа не стоит удивлять такое такое опять же первый раз вижу кошкин дом это метеорологическая станция прямо на берегу моря ну что идем дальше чем еще удивить единственное удивляет чем кормят кошек если это кошкин дом хлебом хлебом ну кошки хлеб не едят а так вроде прикольно да здесь кошки везде много кошек пойдем дальше пойдем дальше гуляем гуляем на улице конкретно илана гаупца да поэтому в трех улицах от моря здесь такие вот домики встречаются старенькие вот и что мне еще очень депонирует вот ну понравилось да то что перед каждым перекрестком перед пешеходным переходным сделаем надпись для тех современных людей которые ходят в наушниках сейчас попадем к углу по улице ван гаупца и я вам это постараюсь показать все конечно же здесь будет вот блин хотя наушники а ее здесь нет прям подвели меня ладно сейчас найду добавлю к этому видео на это видео вот на одном из домов мы нашли табличку с расшифровкой название этой улицы сейчас подвижу а ну-ка это нет вот 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 отдельное отделение цивильно с иконкой все все лучше раз башни близнецы при этом два медика небольшие полей полейка мне напоминают такие же две башенки в ростове но по форме могут быть и такие и полейки пошли ну что идем гуляем по скверику холодно замерзли как собаки чё скажешь в своих впечатлениях об она все хорошо все культурно везде все обустроено лавочки дорожки кофейные киоски просто погода холодная ну город где дома построены хаотично нет никакой это наверное везде нет никакой логики даже старта могут быть современные могут быть двухэтажные могут быть одноэтажные могут быть отели высокие то есть кто на что гораст и нет в шанхае таких вот настроения варечка сейчас это то есть в принципе это не совсем город это это именно город в котором есть курортная принадлежность вот пожалуйста для детей сказал дрон построить пожалуйста вот здесь вот бомж снял штаны что там вот да то есть в принципе красиво здесь сделали облагорожено молодцы город это именно город одни курорт можно сказать так то есть город это как побочный эффект как двигатель наверное да но не такого чтобы здесь все было направлено именно туризм он живет своей жизнью ну как то так сейчас дойдем где-нибудь до теплого места губы отмерзнут тем более пальцы и погреемся мы сказочно поели пустового сказка я снова стырила хлеба не стырила это мой хлеб я его не дозила стырила 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 лучше кулинария есть ой что это сейчас пойдем кормить на убей вот здесь куча сейчас она придет и будем цыпа цыпа делать смысл в чем здесь вот есть кафе Калипсо в виде яхты из-за него есть вход столовая кулинария сказка и за калипсо тоже вход нам столовая а рядом с столовой есть еще кафе сказка то есть в самом калипсо продают паровые бургеры столовой но обычная столовская еда первая и вторая это пирожки а в кафе сказка продается европейская кухня также есть у них кулинария где там выпечка и все остальное ну а рядом есть собху вот то есть в принципе ну а за мной вообще где все так что в принципе угнать и головы прилетели так что как говорится на любой вкус еда есть все жду это продается и печеных всяких пирожков давай давай ты кормить будешь или не будешь а ты все скормила куча кучу тарелочку пирожков зашли в театр города она пути бы купили два билета последних 15 ряд на щелкунчика из мариинского театра через час до через час остается представление пойдем щелкунчика посмотрим вот щелкаем да так что вот так вот сегодня у нас день более интересный чем вчерашний а там посмотрим в театр такой маленький комарный театр будем посмотреть а 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok